Ну что ж, поднимите руку, кто вчера был в нашей встрече? Спасибо большое. И следующий вопрос. Кто просил до попрощения у своего мужа и у своей жены, потому что он понял для себя, что чуть-чуть по-другому был ориентирован в своей семейной жизни? Есть такие? Я одну руку сзади вижу. Все остальные поняли, что, слава Богу, что это подтвердилось, мы так и делали. Я очень рад, что он услышал, ему это надо было. А он точно подумал, что хорошо, что она сегодня пришла. Вот что ей надо было знать. Обычно это так, как это бывает в жизни. Если что-то надо менять в своей жизни, то мы постоянно думаем, что вот жаль, что он этого не слышит, или жаль, что она этого не слышит, или как хорошо, что ты это услышал. И мы еще любим сказать, ну как, ты понял? Или ты поняла? Я бы очень хотел, чтобы в первую очередь все то, о чем мы здесь с вами говорим, оно было ориентировано на нас самих. В первую очередь. Поверьте, если что-то и надо менять в нашей с вами жизни, а я вам вот что скажу, всегда надо что-то менять. Есть такое выражение, что нет предела совершенству. Даже если у вас сейчас и так все хорошо, то это не означает, что оно не может быть еще лучше. Понимаете? Поэтому думаю, что то, о чем мы с вами говорим на наших встречах семейных, оно важно и актуально в любом возрасте, в любой период семейных взаимоотношений. Сегодня тема наша называется «Заменить или изменить». Знаете, каждый раз, когда я встречаюсь с молодой парой, и вот мы проводим добрачные консультирования, мы общаемся, говорим об одном, о другом, о третьем, о четвертом, и в конце концов я все же им задаю вопрос. Вот, судя из того, что вы мне говорите друг о друге, вы достаточно хорошо знаете друг друга. Мы с вами провели пять встреч, за это время вы еще кое-что узнали друг о друге. И вот для меня, у меня есть к вам один вопрос. Согласны ли вы жить друг с другом вот такими, как вы сегодня друг друга знаете, ничего друг в друге не меняя? И вы знаете, сто процентов мне отвечают до брака. Согласны, конечно. Да-ка, она ж такая хорошая. Так он же самый лучший между всеми. Что тут менять? Тут просто живи и радуйся. И вы знаете, что интересно? Проходит совсем немного времени, но у каждого по-разному, сразу скажу. Кому-то для этого нужно два дня, а у кого-то этот момент наступает года через полтора, когда они начинают говорить друг другу, если бы я знал, что ты такой, или если бы я знала, что ты такая, то я бы подумал, ну это так мягко сейчас скажу, я бы подумал, или я бы подумала, выходить ли за тебя замуж или нет. То есть оказывается, что жить с ним вот таким, как он есть, или такой, какая она есть, мы не совсем-то согласны. Понимаете? И дело в том, что оправдание, которое мы себе находим, даже если бы мне пришлось припомнить этой теперь уже семье то, что когда-то они сказали, что мы ничего не хотим менять, ответ их будет очень прост. «Ну я же не знал, что там еще потом вылезет?» И точно такой ее ответ. «Я же не знала». То есть получается, что изменять что-то надо. И вот они начинают прилагать усилия. Они стараются. Сначала это все очень мягко, приятно, ласково и нежно. А потом, когда это не работает, они начинают повышать тон, говорить это в более грубой форме. Как-то выражать свой протест против того, что ничего не меняется, а хотелось бы, чтобы что-то поменялось. И очень скоро наступает момент, когда у них возникает мысль, а вообще что-то поменять можно? И если ничего поменять нельзя, так я что, должен мучиться всю свою жизнь? Или должна мучиться всю свою жизнь? И вот тогда возникает вопрос. Изменить эти отношения или заменить партнера в этих отношениях? люди склоняются к тому, что легче заменить партнера, чем что-то изменить в отношениях. Я знаю, что старшее поколение скажет, что это все грех, это молодежь такая, поколение такое распущенное и так далее. Но, вы знаете, когда-то, когда мой дедушка еще был жив, я задал ему вопрос. Бабушка умерла, я был маленький, мне было 3 года, я очень смутно ее помню, а дедушку помню очень хорошо, потому что он дожил до 87 лет, и мы много с ним общались. И я когда-то ему задал вопрос, дед, а ты бабушку любил? И вот, что он мне ответил. Ты понимаешь, когда я женился, время было сложное, я был из бедной семьи, а у нее было много поля, вот так и поженились. То есть люди прожили всю свою жизнь и о таких высоких чувствах, которые мы сегодня называем любовью, тогда никто там сильно речи не вел. В психологии есть такая закономерность, послевоенная или теория такая послевоенного поколения. И вы знаете, как все строится? Первое поколение после войны думает, только бы не было войны. Все их усилия и старания идут на то, чтобы обеспечить безопасность своим детям. Кров над головой, накормить, то есть вот она, безопасность. И это называется «Я вас люблю». Следующее поколение после войны, оно двигается дальше. Они хотят, чтобы обеспечить будущее своим детям, то есть дать образование. Знаете, как обычно говорят, «Я хочу, чтобы мои дети жили лучше, лучше, чем я или лучше, чем мы». Для них уже недостаточно только накормить детей. Им нужно уже и дать детям образование, воспитание и так далее. И третье поколение, третье поколение после войны только задается вопросом, что недостаточно только накормить, недостаточно только обеспечить, а надо еще и чувства, взаимоотношения и любовь. Вот я третье поколение, потому что был мой дед, который воевал, пережил войну, был мой папа, который был вторым поколением после войны. И если папа сказал, что так я ж, у вас же все есть. Вы что, не видите, что я вас люблю? Я же вам все купил. То уже я, третье поколение, говорю, что нет, мне этого недостаточно. Я еще хочу чувств, взаимоотношений и только вот что такое любовь. Поэтому то, что сегодня разводов больше, чем это было в предыдущем поколении или два поколения назад, это закономерность. Почему? Да потому что накормить человека намного проще, чем найти с ним общий язык. Понимаете? Намного проще накормить. И сегодня, если муж говорит, так я же деньги зарабатываю, все домой приношу, чего ты еще хочешь? Ну, если вы только после войны, то этого достаточно. Но если вы живете в это же время, что и я, то этого недостаточно. А так как строить отношения сложнее, чем кормить, вот почему так много людей принимают решение, что легче заменить партнера, чем что-то поменять во взаимоотношениях наших. И вы знаете, если посмотреть с точки зрения нас самих, в этом есть доля истины. Вы когда-нибудь пробовали для себя вот что-то поменять в своей жизни? Ну, к примеру, все. С понедельника начинаю заниматься спортом, становлюсь вегетарианцем, буду вот прогулки там, ну, давайте хотя бы что-то одно. Или заниматься спортом, или стать вегетарианцем, или что-то там, ну, читать каждый день, каждый месяц книгу одну новую. Ну, хоть что-то пробовали поменять в своем обычном графике, в своих привычках. Как надолго вас хватало? У нас есть один человек, который исключение из всех правил. Я еще вчера это понял. Кого-то хватает на достаточно долго. Но есть одна деталь. Обычно это достаточно долго в чем-то, ну, одном или в двух. Но если вы хотите поменять в своей жизни и то, и это, то есть есть череда каких-то обстоятельств или качеств, которые вы в себе хотите поменять, вы увидите, как это все непросто. И это же ради себя любимого. Это же никто у тебя этого не требует. Ты просто сам встал перед зеркалом, думаешь, не, надо идти в спортзал. Надо как-то, ну, взяться. Я вроде еще не вообще, не там, не старый. Тем более, когда там, знаете, тебе 40-45, и вот седина в голову, а бес в ребро. И ты думаешь, ну, интересно, есть ли еще порох в пороховнице, надо же показать, что я еще чего-то стою. И думаешь, надо взяться за себя. И вот ты занимаешься, ходишь регулярно до первого обстоятельства, когда, ну, сегодня не могу, надо, вот в следующий раз пойду, потому что есть что-то поважнее. И как только это что-то поважнее вклинилось в твою жизнь, раз, второй, потом смотришь, абонемент каждый месяц проплачивается, но это никак не влияет на твое физическое состояние, потому что времени хотеть в этот спортзал ты не находишь. Вы замечаете, как сложно ради себя самих что-то поменять? Намного сложнее, когда это требует у тебя кто-то другой. А теперь посмотрите. Он и она, парень и девушка решили создать семью. Уже то, что это он и она, это уже кучу проблем. Потому что мы совсем разные, оказывается. Совсем разные. Вы знаете, что наш слух настроен на разную чистоту. И поэтому женщину слышать намного выше ноты, то есть их предел в децибелах выше, чем у мужчин. Поэтому, когда ночью плачет ребенок и жена его толкает и говорит, встань, ты что не слышишь, ребенок плачет. Он не слышит. Он не притворяется. Он не слышит. У него ухо настроено на более низкую чистоту. Мы воспринимаем разные оттенки цвета. И гамма цвета или оттенков у женщин намного шире, чем гамма цвета у мужчин. И она вот какие-то находит между красным и зеленым еще кучу каких-то там цветов. А он красный или зеленый? И это не потому, что он не ценит всю ту красоту, которую вы хотите ему показать. Он просто не видит. Мы разные. Вы, наверное, уже слышали много раз о том, что у нас мозг совсем по-разному работает. У женщин в одинаковой степени работают правое и левое полушария. А мужчин больше работает левое полушарие. А правое полушарие, которое отвечает за эмоции и чувства, оно, скажем так, притормаживает. Поэтому мужчина кажется грубее. Ну как тебе все равно, что наш ребенок полчаса как домой должен был прийти? Его нет. Как ты можешь не переживать? Ты бессердечный. Он не бессердечный. У него просто по-другому работает то полушарие, которое отвечает за чувства. У него так, знаете, как говорят, раз, два, три, и вышел результат. А у женщин, когда делают вот этот эксперимент и проверяют работу мозга, как дают одинаковую задачу для решения мужчине и женщине. И как я сказал, у мужчины раз, два, три, и сигнал вышел. А у женщины такой город, знаете, Лос-Анджелес засветился в голове. И тупик. Мы просто разные. А теперь к этому всему добавьте, что они вырастали в разных семьях, в которых по-разному определяли, что такое хорошо, что такое плохо, что такое красиво, что такое некрасиво, что такое вкусно, что такое невкусно. Они вырастали в разных семьях. У них, вчера я об этом чуть-чуть говорил, был разный пример роли мужа, жены, отца и матери. А если они еще вырастали в разные местности, и у них может быть разное образование, вы представляете, насколько эти люди не подходят друг к другу? Но парадокс в том заключается, что дружить в плане друга, вот это мой друг, мы выбираем в себе в друзья людей, очень похожих на нас. А в спутнике жизни мы чаще всего выбираем людей, которые полностью противоположны нам. потому что на уровне подсознания мне нравится в ней или в нем то, чего у меня нет. Или что у меня не так сильно развито. Вот у него эти качества сильные, а у меня это слабые. Обычно в 99,9% это так. Мы выбираем себе в спутнике жизни человека, который полностью противоположен нам. И вот сейчас можете даже проанализировать свою семью и все те семьи, которые вы знаете. В семье один такой говорун, а другой поспокойней. Кто-то такой лидер горячий, а кто-то наоборот, ну подожди, давай подумаем, успокойся. И вот в каждой семье где-то муж такой, где-то жена вот такая, они разные совсем. И теперь вот мы такие разные приняли решение создать семью. Как тут можно прожить, ничего не меняя в себе и достичь вот этой гармонии и взаимопонимания. Как этого можно достичь? Понимаете? А мы только что сказали, что поменять в себе какую-то привычку это просто катастрофа, как сложно. Просто катастрофа, как сложно. И я вам скажу, что не только мы так думаем, и Библия об этом говорит. Вот посмотрите, что написано в послании апостола Павла к римлянам. «Знаю я, — говорит Павел, — что во мне, в плоти моей, ничего доброго нет. Как не хочется мне делать добрые, я не в силах. и выходит, то хорошее, что хотел бы я делать, не делаю я, а злое, которого не хочу, я совершаю». То есть вы поняли, я Америку для вас не открыл. И вы, наверное, тоже об этом знали и раньше. Но вот вам библейское подтверждение. Что хочу делать, не могу, а что не хочу, то вылазит. Если вы думаете, что это только наше человеческое суждение о нас самих, и мы недооцениваем тот потенциал, который в нас заложен, я хочу вам прочитать еще, а что Бог говорит по этому поводу. И в книге про Еремии, 13 главе, в 23 стихе мы читаем. «Бог говорит, может ли нубиец изменить цвет своей кожи или леопард свести свои пятна? Так и вы, привыкшие творить зло, делать добро не можете». Вы слышите, что написано? «Поменять себя вы не можете». А теперь давайте сделаем заключение. Я вам говорил, что я сегодня вас буду убеждать в том, что развод... Я не сказал, что я вас буду разводить. Я сказал, что скажу, что развод... Зря мы относимся к разводу так строго. Посмотрите, мы сами понимаем, что поменять в себе что-то очень сложно. Мало того, что мы это понимаем, Бог говорит, что поменять в себе что-то не просто сложно. А как тут сказано? Не можете. То есть, невозможно. Вы же, мы пришли к заключению, что если двое людей, парень и девушка, такие вот разные, со всем своим багажом, которые в один момент встречаются и решают прожить вместе жизнь, они просто не могут прожить жизнь, ничего не меняя в себе, не смогут достичь вот этого единства. То есть, менять что-то надо 100%. И это не только что-то, очень много чего менять надо в себе. А поменять это в себе мы не можем. Тогда почему мы осуждаем людей, которые решили, что ну не можем мы поменяться? И единственный выход искать другого партнера, с которым будет возможно легче найти вот эти точки соприкосновения. Следующий еще хуже. Ну, вы еще не знаете. Сейчас, на данном этапе, вы еще не знаете. Понимаете? То есть, вы видите всю безысходность? Кто-то говорит, ну, вот Бог же создал для Адама одну Еву, а для Евы одного Адама, значит, мы можем. Ну, извините меня, это ж когда было. Во-первых. Во-вторых, это было до грехопадения. Вы знаете, что грех внес очень много коррективов в жизнь человека. И если уж Моисей разрешил давать разводное письмо, хотя Христос сказал, что это было по жестокосердию вашему, но я вам задам вопрос, а что на сегодняшний день сердце человека не такое жестокосердное, как тогда? То есть, если Моисей понял, что нет выхода, надо разрешить давать разводное письмо, то почему я сегодня это должен запрещать? Расходимся? В плане не то, что разводимся, а мини-до свидания. Ай, да, ну вы же знаете, что я не могу вас так отпустить. Знаете, на самом деле, если смотреть на это все только с человеческой точки зрения, то так оно и есть, дорогие друзья. и я не подтягиваю тут, знаете, факты какие-то, чтобы вас просто в чем-то убедить. Я просто хочу, чтобы мы посмотрели на это открыто, и мы согласились с тем, что справиться сами мы не сможем. Понимаете? Нет у нас таких сил. Нет у нас таких сил. Если кто-то приходит к заключению, что ну вот, да, мы уже пробуем год или два или пять, мы мучаемся просто друг с другом. Просто мучаемся. Так зачем мучить друг друга? Давайте просто разойдемся и все. Когда я учился в университете, то преподаватель говорил, что есть шкала или тест, который определяет уровень семейных взаимоотношений между мужем и женой. И он на этой шкале рисовал, если по результатам исследования вот их график отпускается ниже вот этой цифры, то лучше предложить людям разойтись и начать заново с кем-то другим. Потому что если их отношения опустились до этой точки, то практически невозможно поднять этот график обратно. Понимаете? А у меня такое впечатление, что, ну не то, что у меня такое впечатление, 70% семейных пар считает, что их график очень быстро опускается до этой точки. Потому что в среднем около 70% семей разводятся. И эта статистика в Америке, в Украине, в России, она где-то там, есть чуть-чуть разница, но она очень похожа. Но тут есть еще один парадокс, который показывает нам, что развод, к сожалению, он тоже не выход из этой ситуации. Он тоже не решает этой проблемы. Наша с вами жизнь семейная или любые другие отношения, они строятся вот по этому графику. Вот она семья. Все начинается с периода влюбленности. Как только мы поженились, этот период влюбленности еще длится. Мы это называем медовым месяцем. И этот медовый месяц, как я уже сказал, у кого-то длится два дня, а у кого-то где-то приблизительно, в третьем говорят, от полутора до двух лет. Почему этот месяц медовый? Ну потому что мы еще восхищаемся друг другом. Мы еще все на эмоциях, на чувствах. Не то, чтобы мы не замечаем недостатка друг в друге, но мы просто уверены, что наша любовь поменяет его. И я его люблю, я ему готовлю, я ему стираю, я ему комплименты говорю, я им восхищаюсь и надеюсь, что он же поймет, что я хочу, чтобы то, 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 так, сяк, и вот так он не поступал и не делал. И поверьте, парень в той же мере думает, думает так же. Но когда проходит, ну давайте мы будем придерживаться этой среднестатистической цифры, когда проходит полтора года, и я или она или он начинает замечать, что ну вот этот не работает, этот метод, да, когда я к нему по-доброму, с любовью, нежно, она начинает говорить прямо, с укором. Наступает период разочарования во взаимоотношениях. А я думала, вот как это начинается, а я думала, или а я думал, потому что у каждого-то из нас, вы помните, вчера я говорил, была уже модель той семьи, которую я хочу построить. Я уже себе где-то там ее нарисовал. И я думал, что ну еще чуть-чуть, вот-вот, и это наступит. И вот эти отношения, красота их, она расцветет. Ну, нет еще, да, ну значит, я еще чуть-чуть больше проявлю любви, еще больше нежности, еще больше самоотдачи, и он поймет, и это расцветет. А когда это не наступает, наступает период разочарования. И мы начинаем делать упреки, еще раз повторюсь, прямо. Да как ты можешь? Да я столько стараюсь, я столько со своей стороны делаю, а он в свою очередь, а я что? А я что меньше? Я целыми днями вкалываю, а все ради чего? А все ради вас, чтобы тут вам все было, чтобы у вас все было хорошо. И вот начинается. Каждый высказывает свое недовольство. И я вам скажу, что этот период разочарования длится в среднем от пяти лет и до развода или до смерти в случае моего деда. Потому что он понимал, ну разводиться в то время это было, ну поле потерять, потому что поле-то бабушки. Поэтому смысла в этом не было. Значит что? Ну как говорили в древности, стерпится, слюбится. Но мы с вами не то поколение. Наши дети тем более не то поколение. Поэтому этот период разочарования заканчивается разводом очень и очень быстро. Конечно, в теме развода тут несколько тем. Мы сегодня в общем говорим. И только если людям удается выйти из этого периода разочарования, то наступает период открытия или откровения, когда мы начинаем замечать друг в друге, что оказывается, все то, что мне не нравилось в нем или в ней, оно имеет плюсы какие-то. И если к этому, на это правильно посмотреть, это правильно воспринимать, то это может быть большой пользой для меня. Ведь его плюсы это мои минусы. А его минусы это мои плюсы. И если я буду компенсировать одну часть, а он будет компенсировать другую часть, так вот как оно получается одно целое. Но это очень... Почему пять лет или больше? На это есть своя причина. Может, я успею об этом поговорить завтра. И только после того, когда люди это поняли, и на это уйдет еще пять-семь лет, вот в этом периоде, но это уже будет, знаете, от периода влюбленности мы всегда, наши отношения теперь идут вниз, к периоду разочарования. И вот этот период разочарования, и дальше он или заканчивается разводом, или начинается период познания, откровения. И вот этот период откровения, даже если он длится пять-семь лет, это всегда движение вверх. И они замечают, как с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом их отношения становятся все лучше и лучше. И только после этого начинается период зрелых отношений, когда говорят, живут душа в душу. Это невозможно. Этого невозможно достичь ни на первый год семейной жизни, ни на пятый год семейной жизни. В силу определенных обстоятельств. Возможно, и успею об этом поговорить завтра. Я сейчас вам этот график только вот почему показал. Так строятся любые отношения. И вот представьте себе, в вашем браке сейчас вы дошли до этого периода разочарования, вы находитесь в нем уже какой-то отрезок времени, и вы уже вот-вот понимаете, что все, я так больше не могу. Мне это все надоело. Мне эта семья вот уже где. Понятно, когда начинаешь говорить с этими людьми, что ну вот вы разведетесь, но вы же не будете одни. Вы же все равно потом будете думать дальше о семейных отношениях. Обычно в этот момент все говорят, да нет, мне этого уже не надо, все, я с этапа горла, больше не хочу. Но через годик после развода смотришь, у нее фотографии там поменялись на фейсбуке или в инстаграме, уже какие-то части тела появляются или еще что-то, и ты понимаешь, что женщина или мужчина в активном поиске, хотя год тому назад ей это вообще не надо было. И вы знаете, в чем парадокс? Вот она найдет другого, и он будет лучше, сто процентов, потому что у нее уже есть опыт, но он будет лучше в чем-то одном и может быть хуже в пяти пунктах, но вы не видели эти пять пунктов, потому что все это время вы думали о том недостатке, который был у вашего мужа первого, и как вас это достало, как вас это мучило, а вот в этом этого недостатка нет. И только после того, как вы поженитесь, пройдет период влюбленности, и ваши глаза откроются, и вы опять придете к периоду разочарования. Опа! А мы, оказывается, здесь уже были, потому что невозможно это обойти, понимаете? Это правило, этот принцип работает везде и всегда. И если вы надеетесь, что вы найдете такого спутника жизни, с которым период влюбленности никогда не закончится, не женитесь, пожалуйста, не выходите замуж. Такого не бывает. Не бывает. Понимаете? И если сейчас вы решили, что, ну что ж, не ошибся, идем дальше, следующий партнер, спутник жизни, следующий, следующий, и вы с каждым из них будете упираться в этот же период разочарования. С каждым из них, понимаете? Получается, что и развод не выход из ситуации. И если вы уже дожили до периода разочарования, прожили уже в этом периоде разочарования там несколько лет, потому что это вас уже достало, так вы же уже потратили лет пять своей жизни. Давайте с точки зрения математики, зачем тратить жизнь зря и начинать все сначала? Может, продолжим просто? но только продолжим правильно. Найдем выход из этого периода разочарования и начнем теперь подниматься вверх. Понимаете, почему развод это не решение проблемы? Развод это только начало этого круга снова или заново с нуля и неизбежное наступление этого периода опять. Неизбежное. И вот что получается. Жить мы не можем и разводиться нет смысла. И теперь скажите, что я вчера был неправ, когда говорил, что вообще семья это невыгодное дело. Что же тогда делать? Ну, скажем так, один из вариантов можно заняться автотренингом. Каждый день вы просыпаетесь и говорите себе я успешный, у меня все получится. Вы смотрите на себе в зеркало и говорите нет, у меня хорошая семья, я хороший муж, я справлюсь. Вы можете пойти на консультацию к психологу, вы можете заняться исследованием, читать разные книги, вы можете обратиться за помощью к друзьям, к родителям, к пастору, назначить день поста и молитву, они все за вас будут молиться и так далее. Но есть одна деталь, может ли чернокожий мужчина поменять цвет своей кожи или барс поменять свои пятна? Не может. Я не хочу сказать, что вот этот автотренинг, давайте не будем называть это автотренингом, что усилия с нашей стороны они не нужны. Нет, надо читать книги, надо обращаться за советами к разным людям, к кому только можете, учитесь, потому что семья это школа, правда, без выпускного класса, но это школа и в ней нужно учиться постоянно, развиваться и как только тебе кажется, что все ты уже понял и достиг, оказывается, есть еще одно, с чем ты раньше не сталкивался, вот мы научились понимать друг друга, мы научились любить друг друга, я уже знаю, чего, что ей нравится, она знает, что мне нравится, мы живем по принципу, я живу ради нее, она живет ради меня, помните, мы вчера к этому принципу пришли, то есть вроде все правильно и рот, появляются дети, оказывается, мы еще этот урок не проходили, а тут все совсем по-другому и тут целая куча лекций и семинаров надо прослушать, чтобы понимать, а что такое, когда дети только рождаются, а что такое, когда детям 3 года, а что такое, когда детям 13 лет, а что такое, когда дети 23 года и он уходит из семьи, как теперь это влияет на семейное отношение, вы знаете, что больше всего разводов приходится на 5-7 год семейной жизни и 25-30 год семейной жизни, больше всего разводов, но 5-7 понятно, период разочарования достало, вот здесь разошлись, но прожили уже 25 лет вместе, дети взрослые, поженились, повыходили замуж и тут на тебе, они разводятся, и на это тоже есть причина, понимаете, на это тоже есть причина, то есть это школа, в которой ты должен учиться, учиться, учиться и учиться, и постоянно возрастать, постоянно познавать, и только таким образом ты сможешь что-то построить, но я вернусь еще раз к этому слову, может ли леопард поменять свои пятна, свою кожу, не может, это означает, что сколько бы мы усилий не прикладывали, сколько бы мы не работали над собой, обязательно наступит момент, когда мы устанем, устанем, вы знаете, я уже 25 лет работаю с людьми, и сложнее всего в работе с людьми, а так как я пастор, я не просто там на заводе начальник, так как я пастор, то я сталкиваюсь с массой разных вопросов, меня эта тема когда-то, я уже говорил, настолько заинтересовала, что я решил получить образование в этой сфере, и вот я пошел по линии психологии, закончил университет, для меня это было очень важно, и для меня главное было не то, что интересно, я понимал, насколько это мне нужно в моем служении, которым я занимаюсь, и я один пример вам расскажу, давно это было, лет 10 тому назад, наверное, одна семья, их отношения вот на грани развода сейчас уже, мы встретились с ними, переговорил с одним, переговорил с другим, встретились вместе несколько раз, мы нарисовали с ними целую схему, его поведение, ее поведение, как они должны поступать, что они должны делать, как они должны реагировать, мы все это обговорили, они со всем этим согласились, и мы договорились, что вот две недели они строят отношения по этой нарисованной схеме, через две недели мы встречаемся, и такое контрольная встреча, мы встретились через две недели, и я задаю им вопрос, ну как? И они мне говорят, никак. А почему никак? Вы что-то не поняли из того всего, что мы с вами говорили? Нет, все поняли. Так в чем проблема? И он говорит, я старался целый день, но это ж невозможно с ней, понимаете? И она в ответ то же самое, да, это со мной невозможно, это с тобой невозможно. Мы можем все знать и понимать, но где силы взять, воплотить это в жизнь? Понимаете? Где силы взять, воплотить это в жизнь? Вот тут психология не дает ответа на этот вопрос. Поэтому я когда-то давно пришел для себя или сделал для себя вывод. У психологии есть очень хорошие инструменты диагностики. Как понять, на каком уровне эти отношения, почему эта проблема возникла. Но решения проблемы, пилюли, которая бы помогла вылечить это, у них нет. Есть много разных советов, но еще раз повторюсь, эти советы не дают тебе силы воплотить их в жизнь. У них нету просто этого. И все. И вот поэтому мы с вами, дорогие друзья, имеем огромнейшее преимущество. Мы, те, кто находимся сегодня здесь, в этом зале. Я вот почему так считаю. Смотрите, что написано в книге Языки Илья, 36 главе, 26 стихе. Господь говорит, «Я дам вам сердце новое, и новый дух вложу в вас. Выну из вашей груди сердце каменное, и дам вам сердце живое». Бог тоже понимает, что вот то сердце, невозможно отстирать, невозможно отшлифовать, его невозможно, знаете, там переодеть, приукрасить, он сойдет. Бог говорит, что есть только один способ забрать это сердце и дать новое. То есть это должно произойти какое-то чудо, преобразование, перерождение, вот что-то в таком ракурсе. Бог сам понимает, а он понимает, потому что это он сказал, может ли леопард свои пятна смыть или чернокожий поменять свою кожу на белую. И Господь говорит, не может, так и вы, привыкшие делать зло, не можете делать добро. И поэтому Бог говорит, так как вы не можете, я могу. Я могу забрать у вас ваше каменное сердце и дать вам сердце из плоти. Еще одно место из Священного Писания. Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет, он говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И еще одно место, в котором написаны слова самого Христа, потому что Павел тоже от чего-то отталкивался. И вот от чего он отталкивался. Он говорит, Христос говорит, прибудьте во мне, тесно связаны, будьте со мной, и я в вас прибуду. Как ведь сама по себе не может плод принести, если не будет она на лозе, так не принесете и вы никакого плода, если во мне в тесной связи со мной не прибудете. В Ветхом Завете мы читали, Господь говорит, я возьму сердце каменное и дам вам сердце плотяное, но давайте буквально относиться. Мы же понимаем, что нам никто не делает хирургическую операцию, правда? И особенно, если дети в зале, они думают, Христос возьмет у меня сердце мое и даст мне другое. Это как? Павел просто подтверждает мысль ту же, что я все могу в Господе, который заберет у меня мое старое сердце и даст мне новое. А Христос говорит буквально, как это все происходит. Прибудьте во мне, тесно связаны, будьте со мной. Что это означает пребывать в Господе? Пребывать в Слове Его, правда? Перебывать в Его Слове. Попросту скажу, читать Библию. И второй момент, пребывание в Господе в чем состоит? Это общение. То есть наша молитвенная жизнь. Чтение Библии и молитвенная жизнь. Но кто-то скажет, ну извините, а что это вообще? Ну, в чем тут суть? Я вам хочу сказать, это не какое-то магическое заклинание. Это не какое-то магическое действие из Священного Писания, которое чудесным образом вот само собой как-то нас преобразовывает. На самом деле все намного прагматичнее и проще. Вы же понимаете, я уже об этом говорил вчера. Мы, когда строим семейную жизнь, мы строим ее, исходя из нашего понимания, что такое семейное счастье. А так как оно у нас разное, то понятно, что мы по-разному к этому идем. Вы, наверное, видели вот такую иллюстрацию. Смотрите. Вот он, муж и жена. И каждый перед собой видит какое-то семейное счастье. Каждый из них, он стремится к этому счастью. У них одно направление, правда? И она стремится к семейному счастью, и он стремится к семейному счастью. Но проблема, повторюсь, понимание этого семейного счастья. У них разное. Они могут становиться ближе друг к другу, они могут становиться дальше друг к другу, но эти две линии никогда не пересекутся, исходя из законов геометрии. Да? Две прямые никогда не пересекаются. Вот и все. Но, наверное, вы видели и эту картинку тоже. Муж, жена и один Бог. Знаете, в чем тут суть? Когда двое людей ищут свое счастье в Боге, у них появляется один источник Богопознания и этот источник Священное Писание. И когда она читает Священное Писание, и он читает Священное Писание, они находят в нем информацию обо всем и о семейной жизни тоже. Вы помните, мы вчера говорили вот этот принцип «я женюсь для того, чтобы сделать счастливым того, кто рядом со мной, а не для того, чтобы самому искать счастье». И где этот принцип мы нашли? В Священном Писании. Когда Христос, Павел говорит, блажение отдавать, нежели получать. И Христос говорит, отдавайте, и вы тогда получите. Это библейский принцип. Вот представьте себе, двое людей читают Библию. О, оказывается, Павел пишет, «Муж, ты должен любить жену, как Христос полюбил церковь свою и отдал ее за себя». То есть, ты должен любить ее даже больше, чем ты любишь себя, потому что ты должен быть готов отдать за нее свою жизнь. Жена, ты должна слушаться и подчиняться своему мужу, как? Как? Как Господу. Ну, а если я люблю Господа и Он на первом месте в моей жизни, значит, я люблю Его больше, чем себя. Вы понимаете, что это означает? Они оба читают Священное Писание и это Священное Писание формирует у них одно понимание семейного счастья. Одно понимание семейного счастья. Теперь и он, и она смотрят на то, что такое семейное счастье одинаково. И чем ближе они к Богу в таком случае, тем ближе они друг к другу. И рано или поздно, все зависит от того, как далеко они были от Бога в момент, когда они познакомились, рано или поздно эта линия, она соединится, или эти две линии соединятся, и они дальше пойдут по одной дороге. То есть, вы понимаете, даже с точки зрения закономерности это работает. Это работает. Я завтра на этом, завтра утром на этом хочу остановиться особенным образом. Сегодня многие люди, особенно младшие поколения, они до конца не могут понять, что же это такое и вообще, зачем это надо. Для многих из них Бог, отношение с Богом, это просто, знаете, философия такая жизненная. Ну вот мы в это верим, но что такое это конкретно, как это может работать сегодня в нашей жизни, многие же не понимают. Благо, если вы то поколение, которое пришло, как мы говорим, из мира к Богу, был период обращения, вы можете сравнить, какой была ваша жизнь прежде, какой она стала сейчас. А если вы адвентист в третьем-четвертом поколении, вы же выросли с этим. Что такое для вас вот эта церковь, Бог, принципы, суббота, свинина, десятина, вы это делаете с детских лет. И тут ничего особенного, это просто образ жизни. Но живая ли это вера? Вот вопрос какой. Является ли это моей живой верой? И мы, родители, у которых дети уже родились в церкви и растут в церкви, это наше самое большое переживание, как передать им нашу веру? Не взгляд на Библию, не понимание доктрин, а вот именно живые отношения с Богом, как это передать нашим детям? А ведь от этого, оказывается, зависит все их счастье. и семейные, как мы только что сказали, в первую очередь. И семейные в первую очередь. Смотрите, что мы находим на страницах Священного Писания. Книга Второзакония, 30 глава, 9 стих. «А Господь даст тебе избыток счастья в каждом труде Твоем, в плоде чрева Твоего, и в приплоде скота Твоего, и в плодах на полях Твоих, ибо Господь опять будет радоваться Твоему благополучию, как некогда радовался благополучию отцов Твоих». Вы видите, в чем суть или каково желание Бога дать тебе избыток счастья. Я вам, знаете, что скажу? Из всех тех семейных пар, чьи отношения закончились разводом, я в каждой из них задавал вопрос, ну, с которыми я соприкасался, я каждому из них задавал вопрос, какими были ваши отношения с Богом? Ну, молились ли вы вместе, читали ли вы Писание вместе, с желанием ли вы посещали богослужение, церковь, и я не нашел еще ни одной семьи, которая бы вместе молилась, читала Писание, и они развелись. Ни одной семьи. в каждой из семей, которые развелись, в этой сфере были проблемы. Они вместе не молились, Писание не читали, если они были в церкви, то это потому, что кто-то кого-то постоянно одергивал. Ну, давай пошли, ну, сколько можно лежать? Да, вставай уже! И я теперь каждый раз каждой молодой семье говорю, ребята, если вы не поставите этот вопрос во главе вашей жизни, есть очень большая вероятность, что вы не справитесь, вам просто не хватит силы, и все развалится, то, что вы строите. Итак, легко построить семейное счастье? Нет. С нашей человеческой точки зрения нелегко, потому что изменять надо очень много, а мы сделать этого не можем. Решает ли развод эту проблему? Не решает. Потому что рано или поздно, создавая новую семью, мы опять перейдем к этой же проблеме. И я вам скажу, что вторые браки разводятся еще в большем проценте, чем первые браки. В еще большем проценте. Какой выход? Искать силы у Бога, друзья мои. Учиться, исследовать, размышлять, читать умные книги, слушать семинары разные и искать тесных, живых, настоящих отношений с Богом. Бог даст вам силы воплотить все знания в жизнь. И только тогда мы сможем построить счастливые семейные отношения. Заменить или изменить? Изменить, дорогие друзья, изменить наши отношения друг к другу, изменить себя, заменять мужа. Музыка. Музыка.